Сейчас, глядя на этих малышей, трудно поверить, что когда-то их жизнь не висела на волоске. Все они родились раньше срока. Сегодня эти ребятишки снова в больнице, чтобы сказать своим врачам спасибо за жизнь и поделиться своей историей. Елена Еремеева, пережитая, до сих пор вспоминает свой слезы. Мой ребенок родился в 28 недель. Конечно, для меня это был огромный-огромный стресс. У меня была двойня. Один, к сожалению, малыш умер в утробе, ну а второго пришлось экстренно спасать. Прийти на поте, кровозрияние и дышать мы не могли, под кислородом были. Огромное спасибо всему персоналу, который трудится в перинатальном центре. От всего сердца низкий поклон всем врачам. С момента работы перинатального центра в его стенах родилось более 300 недоношенных малышей. Это каждый десятый ребенок. Врачи отмечают преждевременные роды и проблема глобального масштаба. Ежегодно в мире на свет появляется около 15 миллионов таких детей. Миллион из них умирает вскоре после рождения. Многие получают инвалидность. Когда ребенок рождается преждевременно, соответственно, сердце не завершило свое формирование до конца. Легкие, еще не зрелые, и ребенок не способен дышать самостоятельно. Глаза у нас тоже еще подвержены риску. Причин преждевременных родов много. Среди них инфекционные заболевания, гормональные нарушения, вредные привычки и даже стресс. Проблема в том, что диагностировать появление ребенка раньше срока практически невозможно. Но специалисты убеждены, в 70% случаев этот риск можно избежать благодаря профилактике. У нас давно, уже много лет существует центр планирования семьи, который влился структурно уже давно в перинатальный центр, где есть планирование беременности, ведение беременности и подготовка к родам. Международный день недоношенных детей – еще один способ привлечь внимание к этой проблеме. Сегодня в перинатальном центре республики его отметили впервые. Теперь он станет хорошей традицией, благодаря которой мамочки Хакасии получат полезные знания и опыт не только при беременности, но и после рождения малыша. Виктория Титова, Станислав Калчинаев, РТС